Для этого сегодня на молокоперерабатывающем заводе в Каневском районе открыли новый цех. Поздравить руководство и сотрудников предприятия с расширением приехал Вениамин Кондратьев. Губернатор выразил надежду, что кубанские элитные сыры найдут своего покупателя не только в регионе, но и будут пользоваться не меньшей популярностью во всей стране. Это, конечно, смелый шаг в рамках сегодняшней экономической политики, в частности, импортозамещения. И этим шагом вы воспользовались, потому что заменить импортную продукцию нашей – это большая ответственность. И политика моя такова, чтобы ваша продукция, в первую очередь, вместе с иной продукцией, которая производится в нашем крае, была на полке наших магазинов. Невзирая на все сложности и дефицит бюджета, в 2016 году мною принято решение не сократить ни одной меры господдержки агропромышленному комплексу. И вам, перерабочий. После торжественной части в новом цехе дали официальный старт производству. В месяц здесь планируют делать до 100 тонн сыров с голубой и белой плесенью. Все этапы его приготовления показали Вениамину Кондратьеву. И обращают внимание, производство почти полностью автоматизировано. Все это автоматически. Если раньше мы таскали шламки, это все выбрасывали, потом переворачивали, чтобы сыворотка отходила, сыворотка вся собирается на улице. Очень важно, что это наша натуральная продукция, из нашего натурального молока. Да, из нашего натурального молока. Не то, что жители нашего края, это само собой. Все наши страны должны это кушать. Сразу после открытия нового цеха губернатор провел встречу с главными переработчиками молока в регионе. На совещании обозначили ряд проблем. Это и дефицит сырья, сбыт продукции, а также несовершенство законодательства о закупках молока. Чтобы разрешить эти вопросы, глава региона получил Андрею Коробке разработать план развития молочной промышленности. Мы бьемся за нормальный, качественный продукт. Качественный, самое главное. Который должен быть на столах однозначно, как у жителей нашего края. Также, я уверен, обязательно у жителей нашей страны. Тогда будет здоровая нация. Сначала положено, Андрей Николаевич. Вот это вот всех, кто сегодня еще раз пока без большого совещания соберите, обсудите. Нужна стратегия. Все это люди, которые реально ходят на земле. И вырвать реальные шаги. Главное, чтобы был результат. Что касается господдержки, то в этом году на развитие сельского хозяйства из краевой казны было выделено более 8 миллиардов рублей. Кроме того, с ноября в регионе начинает действовать дополнительная программа по развитию оптово-распределительных центров. Галина Захарова, телекомпания «ФКТ». Хорошо. Продолжение следует...